Здравствуйте! Это видеообзор от компании Nautic на планшет Lenovo ThinkPad Tablet. В нём используется уже проверенное сочетание из процессора NVIDIA Tegra 2 и операционной системы Android 3.1. По другим техническим характеристикам, ThinkPad Tablet схож с подобными планшетами от других известных производителей. В этом видеообзоре мы познакомимся с наиболее навороченной комплектацией, к которой идёт куча всяких подарков. Коробка достаточно тяжёлая, видно, что не зря деньги заплачены. Внутри этой большой коробки мы найдём ещё три маленьких, и вот первая из них. Это коробка, которую получат те, кто купит планшет в стандартной комплектации. Здесь планшет и немножко аксессуаров. Во второй коробочке находится док-станция и зарядное устройство для неё. Опа, уехала поролоночка, пардон. Ну, про это всё мы ещё отдельно расскажем. Ещё что тут есть? О, тут есть ещё маленькая коробочка, в ней находятся наушнички. И вот эта вот большая коробка, в ней находится самое интересное. Это большой кожаный чехол, который одновременно выполняет функцию клавиатуры и может превращать ваш планшет в самый настоящий ноетбук. О нём тоже чуть позже, а сейчас вернёмся к этой маленькой коробочке, к ней мы возвращаться больше не будем. В ней находятся наушники и чехол для них. Чехолчик вот такой вот с надписью ThinkPad. Красненький внутри, довольно симпатичный. И вот они сами наушнички. Это не наушнички, а гарнитуры. У них есть микрофончик и прищепочка, чтобы на ласкан пиджака крепить. Ну, я не меломан, поэтому особо не могу сказать их качество, звук передаёт. Так, это у нас, значит, док-станция. Она ставится на стол и в неё устанавливается вертикально планшет. Это вот зарядное устройство, то есть планшет может сразу от неё заряжаться. У неё есть разные порты расширения. И теперь посмотрим на самого виновника торжества. Вот он он. Весит он 730 грамм. Это чуть-чуть потяжелее, чем Asus и iPad. И чуть-чуть полегче, чем Acer и Konya Tab. Ну и остальные габариты очень похожи на те планшеты. Так, осталась последняя коробочка. Посмотрим, что в ней. А в ней находится много всего стилус с батареечкой. Он без батарейки не работает. Кабель – это для док-станции вот этой вот, которая стоячая. Он из двух частей. Зарядник у неё состоит. Вот это вот адаптер питания от самого планшета из двух частей. USB-шка в него втыкается. И вот она вот эта USB-шка, которую можно либо к компьютеру подключать, либо в зарядничек, в розетку. Так, ну вроде бы вот и вся комплектация. А, вот ещё вот в этой коробочке есть разветвитель для гарнитуры. Ну вот теперь точно всё. Как можно видеть, набор от души. Самая интересная вещь из комплекта – это вот этот кожаный чехол, который не только защищает сам планшет, но ещё и выполняет функцию трансформации его в нетбук, благодаря встроенной клавиатуре и трекпойнту. Значит, берём планшет. У него на левой стороне есть USB-порт, в который и вставляется док-станция. То есть, не какой-то специальный коннектор, а обычный USB-порт. Защёлкаем это дело, хлястик подгибаем вверх, чтобы не мешался. И устанавливаем всё это на подставку. Оп, стоит. Можно регулировать положение экрана, вставляя в пазы в разные, ближе, дальше. Будет чуть-чуть больше или меньше угол наклона. Три всего таких паза. Раз, два, три. Всё, готово к работе. Разворачиваем и включаем. Нажимаем. Посильнее вставим, чтобы он... Нет, не работает. Включаем сюда. Главное не паниковать, нужно дать ему немножко времени. Вот я нажимаю хлекорадочно на кнопки туда-сюда. На самом деле этого делать не стоит. Нужно просто дать ему чуть-чуть времени. Вот, включился, всё в порядке. И в таком виде у нас фактически нетбук. Вот прям копия. Можно печатать на клавиатуре, небольшой трекпоинт. Можно было даже тачпад строить, но, наверное, не помещался. Просто вот нетбук. Поворачиваем. Единственное, он побольше нетбука будет за счёт вот этого вот угла. И потолще экранчик чуть-чуть. С правой стороны расположены дополнительные кнопки и все порты, в числе которых SD-карт-ридер, док-коннектор, мини-USB-порт, мини-HDMI-порт и комбинированный аудио-порт. Больше вокруг портов никаких нет. Сразу отмечу про то, что программную клавиатуру, которая управляет внешне, лучше сразу заменить. Потому что для русскоязычных пользователей вот эта вот менюшка для переключения раскладки будет очень неудобной. Гораздо проще поставить клавиатуру другую, например, Russian Keyboard, который переключает всеми известными кнопками вот этими. Мы сейчас вынем планшет и посмотрим на клавиатуру поближе. Опять отгибаем этот хрестик, просто дергаем вверх и он отсоединяется. Вот клавиатура, так вот она выглядит вблизи. В верхней части есть кнопочки дополнительные. Это выключить звук, громкость, выключить микрофон, кнопка домой, управление яркостью, настройки, блокировка. Это выключить как планшет. Приближение на веб-страницах и мультимедиа. Вот эта кнопка для смены раскладки родной клавиатуры, она неудобная. И вот эта кнопочка поиска. Поиска Google, естественно. Левая и правая кнопочки мыши мягко нажимаются, без щелчка и трекпоинт. Трекпоинт не физический, он сенсорный, то есть он не крутится, а просто реагирует на движение. В собранном положении можно пользоваться вообще не прибегая к услугам тачскрина, используя только трекпоинт и клавиатуру. Единственное, что нужно помнить, переходя с Windows, это то, что здесь все-таки стоит Android и управление с мышкой здесь немного другое. Например, чтобы открыть контекстное меню, нужно нажимать не правую кнопку, а зажимать и держать левую. То есть при сенсорном управлении Windows палец как бы притворяется мышкой, а здесь наоборот, мышка притворяется пальцем. Однако наиболее удобно использовать все три элемента управления, то есть клавиатура, мышь и палец. Сейчас я покажу, сейчас приближу одну секунду. И вот у нас экран хорошо виден. Видно, что мышка ездит, ей удобно нажимать на какие-то маленькие ссылки, на которые пальцем не всегда хорошо попасть. А вот я нажал на клавиатуре кнопочку зума. Не очень удобно, потому что зумить не туда, куда я хотел. Гораздо удобнее пальцем. И вот клавиатурой как раз удобно набирать какой-то текст. То есть все три элемента управления отлично гармонируют, отлично пользоваться всеми тремя сразу. Причем все три элемента работают вполне нормально, в отличие от Windows, где тач-управление, мягко говоря, неудобное. Вот набрали какую-то вещь. Единственное, нужно помнить, что это все-таки Android, и меня будут кидать камни, но система иногда глючит. Вот я нажал найти, и ничего не сработало, как вы можете видеть. Хотя кнопка моргнула. К этому нужно привыкнуть, это нормально, бывает редко. Физическое устройство планшета очень напоминает все остальные устройства на Tegra 2, то есть и набор портов, и набор кнопочек. Все очень похоже. Задняя крышка из матового пластика, передняя часть закрыта стеклом Gorilla Glass, IPS-матрица, отличные углы обзора. Все, в общем-то, ничего особенного, это все мы уже видели. Качество сборки хорошее. Вот Tegapad таблет был похуже, здесь продукт хороший, добротный, ничего не гнется, все здорово. Вот старый добрый Angry Birds. В него можно играть пальцем, можно играть мышкой, как и практически во все остальные приложения. То есть в Android мышь действительно используется, действительно все хорошо с ней, в отличие от Windows Phone, где она вообще не используется. Вот iOS, где тоже нельзя подключить мышку. Вот попал. Сейчас мы берем мышку и делаем все то же самое с помощью мышки. Оп. О, гораздо лучше дело пошло. Мышку можно использовать любую, Bluetooth, радио, USB, никаких проблем нет, он сам их опознает, все в порядке. То же самое касается и клавиатуры. О, прошел уровень. Отлично. Отличная игра. Lenovo добавила в Android пару новшеств, и первый из них это вот этот вот виджет, который предоставляет быстрый доступ к определенному контенту. Вот, например, здесь написано смотреть. Нажимаем смотреть, и попадаем вот в такой экран, где как бы все наши видео. Единственная проблема, здесь не написано ни название видео, ни длина, вообще ничего, просто какие-то вот логотипы, и все. Нажимаем первый, открывается проигрыватель встроенный. Нет, не открывается, он спрашивает, в каком из проигрателей открыть. Вот у этого. Открылся, и это mkv файл, и он очень тормозит. На Tegra 2 mkv работает ужасно. Не знаю, может быть, проигрыватель другой, но плохо все. А вот ави. Авишка открывается отлично. Сейчас перемотаю куда-нибудь. Вот, CSI. В принципе, с HD видео проблем нет. Это вся проблема в контейнерах. Вот, как я уже сказал, контейнер mkv плохо воспроизводится. Не все, но плохо. А вот mp4, avi, они работают отлично. Так, что еще есть? Почта. Ну, почта все понятно. Заходится просто в Google Mail. Такой вот красивый клиент у него. Слева можно видеть всякие категории. Вот чаты даже есть. Отправленные. А справа, собственно, сами письма. Музыка. Музыка. Ой, как плохо все. Прошу прощения, наводится. Музыка отправляет нас не... Вот это не проигрыватель, а это облачный сервис, который работает как магазин, как Last.fm, как iTunes Music Store, где нужно регистрироваться, что-то оплачивать. То есть это не проигрыватель. Музыку лучше слушать через какой-нибудь Винамп. Заморачиваться этой штукой, не думаю, что стоит. И последнее, что тут есть, это читать. Открывается читалка. Сейчас. И это тоже не читалка, на самом деле. Это тоже онлайн-магазин, который тоже просит регистрации, просит скачивать, покупать книги. Это не программа для чтения книг. Туда закидывать книги нельзя. Это магазин. То есть вот из этого всего, надо сказать, ничего особенно полезного нет. В центре браузер можно вызвать. Виджет так себе, скажем, на троечку. Справа у него вот есть маленькая кнопочка настройки самого андроида, можно быстро перейти. А слева настройки этого виджета. Менять местами кнопки, делать их больше, меньше, добавлять там кнопки. Честно скажу, вот этот виджет меня не впечатлил. Причем места он на экране занимает довольно много. И когда я пользовался этим устройством, я его отключал. Но зато Lenovo может оправдаться другой штукой. Вот эта кнопочка внизу, она действительно здоровская, она вызывает меню быстрых любимых приложений. Вот такое вот круговое, оно прокручивается. То есть это иконки, ведущие на приложение, как бы ярлыки. То есть вот нажимаем, я люблю браузер, где тут браузер, вот он открывается, мой любимый Google, и домой. То есть любое приложение можно так сюда вынести. Управление рабочими столами, кнопка в правом верхнем углу. Здесь виджеты в весь список, можно добавлять, можно ссувать их на любой рабочий экран. Вот например, VNAMP, на последний экран. И здесь можно их менять местами, все как обычно. Возвращаемся домой. И вот у этого виджета есть кнопочка с плюсом, она вызывает на экран, похожий на управление виджетами. То есть мы крутим иконки и добавляем их в нужное место. Вот сейчас эту уберу, а вместо нее добавлю Documents to go. Появились, выходим домой, и вот в этом круговом меню, вот у нас теперь, вот здесь Documents to go. Эта менюшка удобна тем, что она доступна из любой программы, и не надо возвращаться на рабочий стол, чтобы запустить какое-то приложение. И не нужно ее путать с запущенными приложениями, которые слева вот эти. Это запущенные приложения, а справа просто елки на любимые приложения. Теперь расскажем про Doc-станцию, которая нужна для того, чтобы устанавливать планшет на стол. С правой стороны у нее находится USB-порт, в который можно вставить мышку, клавиатуру, флешку или еще что-нибудь такое. С задней стороны находится мини-USB-порт, вход для микрофона, аудиовыход на наушники или колонки, и вход для внешнего питания от розетки. С передней стороны находится док-коннектор, и больше на ней особо ничего нет. Ставим ее на стол, стоит, берем планшет, с нижней его стороны находится вход для док-коннектора, вставляем, все нижние порты при этом закрыты док-станцией, поэтому пользоваться нужно задними. Шнур питания, аккуратно вставляем его сзади, сверху загорается лампочка, потому что питание подано, и планшет запитывается от док-станции. Переворачиваем все это дело, и вот можно пользоваться в стоячем положении. Включаем, вуаля! Все это достаточно прочно стоит на столе, вот можем запустить браузер, понажимать на разные вкладки, перейти в Яндекс. Набирать на клавиатуре не очень удобно, потому что она мелкая, и лучше для всего этого пользоваться внешней клавиатурой. Хотя некоторые небольшие вещи набрать вполне получается. Вот набрали нотик, вернулись на другую вкладку, скролл, все смотрим, все работает достаточно быстро, плавное прокручивание, выходим назад, и давайте попробуем книжки почитать. Книжки читать просто изумительно. Вообще удобно делать все, что хорошо отображается в портретной ориентации. Это документы, книги, возможно какие-то фото. Кино так смотреть неудобно, потому что оно будет занимать только половину центральной части экрана. Ну и как я уже говорил, то, где клавиатура нужна, вот на док-станции не очень хорошо будет, нужна будет внешняя клавиатура. С внешней клавиатурой и мышкой связана, вот мышка у нас немножко позорная, вот с внешней клавиатурой и мышкой связана одна интересная особенность, сейчас все это включим. Идея, в общем-то, простая, вместо того, чтобы тыкать пальцем вот на планшет, экрану все-таки маловато, печатать все на клавиатуре будет гораздо удобнее, и использовать мышку тоже как все будет, как обычный нетбук. Включаем вправо в док-станцию, клавиатура заработала, отлично, можно печатать. А вот мышка не работает! А почему мышка не работает? А потому что, когда планшет в док-станции, USB-порт на нем самом работать перестает, и начинает работать USB-порт на док-станции, справа которой. Вот теперь у нас мышка работает, зато не работает клавиатура. Или одно, или другое, а вместе нельзя. Почему? Потому что USB-порта 2 работает только один, который на док-станции. Чтобы показать последний аксессуар, мы зайдем на маркет, нам потребуется дополнительное приложение. На маркете ничего не изменилось, категории, программы. Сейчас мы наберем. Нужна программа для рисования нам какая-нибудь, потому что последняя вещь непосредственно с ней связана. Первая какая-то PaintJoy. Что-то рисует там. Почитаем комментарии, вроде пишут, что все нормально, поэтому загрузить она бесплатная. Окей. И пошла загрузочка, потом она установится. Маркет Android, если кто не знает, это магазин приложений для Android, где можно по категориям, по поиску искать приложения. Есть бесплатные, есть платные. Их там больше 300 тысяч. Некоторые полезные, некоторые нет. На любой вкус товар. Вот мои приложения. Причем они умеют несколько потоков скачиваться, обновляться также несколько потоков. Не как на Apple по одной штуке за раз, а здесь хоть 10 будет. Вот сейчас нажмем обновить всем. Вот на кнопку. И вот они, опа, сразу все 4 обновления пошли одновременно скачиваться. Это на самом деле здорово. Правда, надо заметить, оно иногда подгручивает. Но все равно нормально. Сейчас дождемся, пока это дело у нас все скачается и установится. И оп, скачал, установился, вот выдал уведомление. Идем в приложение. Но перед тем, как мы его запустим, сейчас я вытащу планшет. Эх, стегиваем. Потому что все это снималось на чехле с клавиатурой, а для того, чтобы показать одну штуку, мне лучше его держать в руках. Так, вот она рисовалка. И оп, вот она вылетела рисовалка. Ну, бывает. Еще разок запускаем. И стилус, вот что у нас осталось еще. Стилус настоящий, с батареечкой. Не знаю, зачем батареечка нужна, но вот что-то здоровское делать. Смотрите, как здорово. И можно вместо мышки его использовать. Все элементы управления работают. До свидания писать очень долго, поэтому я напишу всем привет. И благодарю за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok